Добрый день всем в нашем не очень интеллектуальном клубе. Я сразу для тех, кто будет смотреть это на просторах интернета, хочу сказать, компьютер не мой. Соответственно, картинки будут показываться посредством волшебной системы, интегрированной в данный компьютер. Мне предлагают просто подготовить презентации и тра-ля-ля. Ну да, к сожалению, я мучаю своих зрителей вот такими способами. Это раз и, в общем-то, и два. Значит, 30 августа 1832 года. Весь Петербург, ну, условно говоря, весь, конечно же, пришел на Дворцовую площадь. Причем, как он пришел? Он там на Дворцовой площади, что происходило, вы так сели прямо вот в экран. А вы сядьте просто чуть-чуть вот сюда. Да. Да. Прекрасно. Прекрасно смотритесь. Вот посмотрите внимательно на эту картинку. Я когда первый раз на нее посмотрел, мне даже не бросилось в глаза, что с ней не так. Что с ней не так с этой картинкой? Давайте посмотрим. А вы, на всякий случай, вы все из Петербурга? Нет? Ну, кто не из Петербурга, тут тоже смотрит внимательно. Мы не делаем скидки никому. Да, кто сказал этажность. Вот. Ну, потому что это один из самых внимательных моих экскурсантов. Поэтому, действительно, я на самом деле сначала не просек эту тему. И только потом, когда я начал вообще смотреть дальнейшее, и когда я понимал, что там вообще был вот, ну, такой настил сделан и так далее, о чем мы поговорим, я обратил внимание только после этого. Обратите внимание, где идет линия. Она идет по второму этажу арки главного штаба. То есть, это поднято, поднятая целина, да, на этот уровень. Что мы здесь еще можем видеть на этой картинке? Мы можем видеть люди, которые находятся не в VIP-ложах, а на галерках. Вот смотрите, вот здесь они, да, вот тут они. То есть, на крышах, экскурсии по крышам. Потому что здесь все было, естественно, зарезервировано для того, не знаю, там, 0,25% людей. Проходите куда хотите, вот садитесь на табуреточку, которые представляют из собой там дворянство, аристократию и все такое прочее. Плюс еще, опять-таки, забегая вперед, обратите внимание вот на этот вот шатер. Это VIP-ложа. То есть, тут, соответственно, императорская семья, дипломатический корпус и так далее. Ну и, в общем, вот они, ну, поймите, да, рок-концертов нет. Да, как бы, Милан с Интером не играет. Соответственно, у людей вот так вот повода, чтобы собраться на что-то, вообще нет, в принципе. Существуют еще, конечно, разводы, ну, всякие там парады и так далее. Но там тоже, как бы, не всем доступно, тем более там на крышу не залезешь. А здесь вот, пожалуйста. И вот они все сюда вот пришли, чтобы посмотреть на это чудо, чудное, диво, дивное. И кто бы им сказал, что пройдет буквально там, ну, чуть больше, там, полутора веков. И всем этим людям, всем, осталось огромное количество воспоминаний. Сам Монферран это описывал. Всем этим людям будет отказано в глазах, ушах, вообще в разуме, во всем отказано. Потому что не могли никто, не могли никто, не мог никто тогда такое сделать. Такую ровную колонну отполированную сделать. Не мог. И я проводил эксперименты, я читал эту лекцию в Нижнем Новгороде. Это приходит опоздавшие. Я почитал нижнюю лекцию в Нижнем Новгороде. Я читал ее в Москве. И вот я вам предлагал вначале, если вы наберете в Яндексе, ну, просто здесь, как бы, я не стал подключаться к интернету, или, может быть, он тут есть, но я, как бы, даже не буду экспериментировать. А вот в Москве, в библиотеке имя Толстого, когда я буквально там неделю или две назад, я прямо на месте набрал в поисковике в Яндексе два совершенно безобидных слова. Рисунки Монферрана. Что же я там получил в выдаче? И она, на самом деле, мало чем отличалась. Ну, вы знаете, что роботы, они подстраиваются под вашу поисковую модель, и на самом деле, конечно, ваша выборка, она не репрезентативна. Но в данном случае я зашел с другого браузера, вообще в другом городе, в другом компьютере, и выборка была еще более огненная, да? То есть на первом месте противоречия и абсурдизмы в рисунках Монферрана. Такой вот сайт называется крамола.инфо. Дальше новости СПБ Руан.инфо. Если присмотреться к рисункам и текстам Монферрана и проанализировать их хотя бы с точки зрения логики, то становится абсолютно ясным, ну и дальше понятно, что становится абсолютно ясным, это то, что я вам выучил. Рисунки Монферрана о строительстве в Петербурге полуграмотные выдумки. Ну и в общем все-все-все так. Конт.ВС, я очень люблю, когда они прислали ссылки с этого сайта, это вот как бы сразу диагноз. Абсурд рисунков Монферрана, даже какой-то ролик есть. Я не удивлюсь, если это наш маэстр Кунгуров там жжет на палом. Выборка, да? Это первая страница выдачи Яндекса. Я всего лишь набрал рисунки Монферрана. Я ничего плохого не сделал. Никому. И причем на самом деле я реально искал. То есть если ткнуть вот сюда на картинке, вот. Ну давайте зайдем на... Вы как, проверили, да, выдачу? Выдает, да, огонь? Вот тут есть у нас такие табуреточки, придуманные для того, чтобы мучить народовольцев. Вот, поэтому вы будете в течение часа воспитывать осанку и смиренно мудрие. Те, кто пришел пораньше, те заняли VIP места. Да, у нас теперь так. Хоть какое-то пофейне должно быть, да, тем, кто пришел пораньше. Давайте залезем хоть на один из сайтов. Ну вот первый сайт, вот это вот Крамола.Инфо, по-моему. Значит, что мы здесь видим? Ну, соответственно, тут вот такая вот простыня. Подробно все рассматривается. Но есть тут потрясающая фраза. Агуст Монферран, автор и руководитель проектов по возведению А.К. Это Александрской колонны, а не автомат Калашникова, как можно подумать. И Исаакия. И лучший рисовальщик в мире на тот момент. Но это прям, как бы, очень смелое заявление. Нет, он был прекрасным рисовальщиком. Насчет того, что лучший рисовальщик в мире, это как бы спорно. Рисовальщик? Кто такой рисовальщик? Это не просто художник, а художник-документалист. Типа современных фотографов. Значит, во-первых, я хочу открыть страшную тайну. Рисовальщик, он не фотограф. Ну, то есть, фотограф он фотограф, рисовальщик он рисовальщик. То есть, как бы. А теперь, ну, я даже не буду сейчас от себя говорить. Я вам хочу показать. У меня дома 8 книжек про Исаакиевский собор и Монферрана. Я не стал их сюда переть. Ну, потому что зачем? Я вам хочу показать самую главную книжку. Она выглядит вот так вот. Это книжка за авторством Чикановой и Ратача. Чикановой это искусствовед, Ратач, это Александр Лукич Ратач. Он архитектор. И самое главное, это человек, который участвовал в, чуть не сказал, в реанимации, но и отчасти в реанимации, в реставрации и много чего, в том числе некоего Исаакиевского собора. То есть, как вы понимаете, в принципе, если мы поставим на одну чашу весов мнение Александра Лукича Ратача, а на другое мнение вот этого выдающегося эксперта, ну, по идее, понятно, какая чаша должна перевесить. Хотя, опять-таки, это не факт. Хотя, опять-таки, ну, кто такой Ратач, да, когда вот есть, понимаете, на первых местах в интернете. И что же написано в этой книжке, я вам хочу сказать. Говоря о графических работах Монферрана в альбоме 1845 года, посвященного строительству Исаакиевского собора, нужно отметить некоторые расхождения между изображениями отдельных фрагментов собора и тем, что было осуществлено в натуре. Такая вот новая мысль, абсолютно передовая, да? Это касается не только Монферрана, я потом вам поясню. Сравнивая проектные листы и чертежи и рисунки, приведенные в альбоме с архитектурой здания, приходим к выводу, что это было вызвано необходимостью, часто вынужденной, перед которой Монферран постоянно оказывался, выполняя настоящие и непрофессиональные требования Николая I. Значит, переводя на наш язык, Монферран был пиарщиком, вот, возможно, лучшим в мире, кстати, не знаю, хотя тоже сомневаюсь, во Франции там были покруче, чем он, хотя он сам француз. Никто никогда не изображал, вот вы сейчас, понимаете, вы покупаете когда квартиры, вы смотрите на эти так называемые рендеры, и вам такие вот прямо дома все в зелени, и там такая инфраструктура развитая, и вообще огонь, да? А приезжайте на место, там, значит, какое-то, извините, просто цементное «Г», вот, разбросанное, и вот как вот, например, Васильевский остров у нас сейчас, да? Вот я только что прилетел, когда из города Нижнего Новгорода, иду в аэропорту, и там такой рендер прямо вообще вот, вот эта вот такая часть, а я-то знаю, как она выглядит, такая песчаная сейчас пустыня, да, где, на самом деле, когда ветер дует, это все вот к приболту, но задувает так, что там хоть это, верблюдов пускай. Ну и, собственно, вот это из этой же области, на самом деле, всегда, естественно, приукрашивали художники все. Ну, вот, например, портреты, да, вот я постоянно, когда вожу экскурсии, в Москве, например, у меня была, я всегда показываю три портрета Елизаветы Петровны, дочери Петра, значит, от выдающегося французского, значит, художника Ван Лоу, который висит, по-моему, в Большом дворце в Петергофе, там она, ну, такая, ну, вполне, и вот так вот по нисходящей, где она выглядит, как сказал один мой детский экскурсант, как мой дедушка, вот. Правда, потом я показал жену одного из братьев Шуваловых на экскурсии, и мне один из моих постоянных экскурсантов сказал, пфф, Елизавета, кстати, была и ничего, то есть все, все познается в сравнении, но я к тому, что каждый портрет это фотошоп, они нигде никогда не улыбаются, потому что у них зубы были отвратные у всех, да, то есть всегда художники приукрашивали что-то, вы когда посмотрите на любую перспективу Петербурга тогда, вы увидите, что многие из зданий стоят где-то как-то вот не так, где вообще мы привыкли их видеть, и это было нормально, это первое. Второе, интернета нету, и инстаграмщика нету, но Ферран не мог встать и сделать селфи и сказать, ха, добываем гранит в Петерлаксе, я и мои, как бы, чувачки, да, то есть, ну, не мог он этого сделать, соответственно, и там какая-нибудь великая графиня Лобанова Ростовского, или княгиня, она не могла там поставить лайк и написать, хо-хо-хо, Агюст, как это мило с вашей стороны, вот, поэтому, вот то, что он рисовал, то и воспринималось как правда, а он, естественно, чтобы от него, ну, извините, просто отвалили своими вот этими идиотскими вопросами, просто вот вы хотите так, вот оно было так, вот так, да, ну, вот оно все так было красиво, плавно, правильно, и чтобы, а что был самый главный, самый главный клиент, их там было три вообще-то у него, Александр Первый, Николай Первый и Александр Второй, но самым главным, конечно, был Николай Первый, потому что на его царствование пришлось основное время постройки Исаакиевского собора, а он был такой, знаете, ну вот, это такой клиент, с которым правочки не обсудишь и не внесешь, и не скажешь, вы знаете, как бы, сударь, у нас с вами договор, как бы, вот пункт пятый, поэтому, согласно пункту пятого, вы не имеете права вносить правки в мой гениальный проект. Не мог так Монферан себя вести относительно Николая Первого, поэтому он и, соответственно, вот как совершенно справедливо здесь пишут, про настойчивые и непрофессиональные требования Николая Первого. Николай Первый, у него было такое, отчасти, инженерное образование, естественно, он умнил себя архитектором, художником, искусствоведом и вообще всем, да, то есть он ходил и говорил там, Росси, какую классическая история, какой цвет обивка должна быть в Александринском театре. И только Росси, который был ему в пупок дышащий человек, вот так вот говорил, нет, будет синяя, потому что тот хотел пурпурную и добился таки своего. Ну вот казалось бы, ну какое дело Николая Первым, до какого цвета было? Представляете, Путин приезжает, да, и говорит, типа, а что это у вас в театре какая-то обивка, ну, желтая, давайте зеленая. Все такие, ну да, действительно, ну то есть ему делать нечего, ну как бы. А вот Николай Первым было до этого дела. А уж Исаакиевский собор, который, опять-таки, забегая вперед, надо сказать, что это был главный храм России на тот момент, естественно, ему там вот зимнего дворца пешком пройти, как бы, он там рядом, тем более напротив, потом начал строиться маленький домик для его дочери старшей, Марилии Николаевны, Мариинский дворец. То есть, как бы, он там прохаживался периодически, естественно, заходил. Едем дальше. Но были и свои причины, заставившие с дочего полностью отказаться от первоначального замысла. Монферран любил несколько приукрашивать свои листы, прибегая к перспективным сдвигам или сокращениям в построении композиции. То есть, для создания более эффективного впечатления допускал художественную ложь. А иногда исправление того, что ему хотелось бы изменить. Ну, то есть, на деле не изменить, а тут в рисунках, пожалуйста. Опа, смотрите, как красиво. Все смотрят, действительно красиво. Было бы несправедливо ставить это в упрек Монферрану. Тоже, я считаю, абсолютно заслуженная сноска. Многие архитекторы, в том числе и современные, допускают сознательные перспективные искажения. Это то, что я рассказывал, да, про рендеры, да. Допускают сознательные, не знаю почему. При разработке проектов на стадии эскизного проектирования. Монферран же таким путем достигал интересных художественных результатов, создавая произведения, проникнутое определенным настроением. Ну, в общем, и в чем проблема-то? Проблема в том, что вот это не прочитает никто. Ну, кто тут будет, как бы, ну, вы знаете про такую книжку? В общем, про такого человека знаете? Ну, никто из нас не знает, да? А вот это, это, это будут читать все. Это будут читать все, и даже, как бы, люди, которые, казалось бы, ну, вменяемые, и все равно, вот, гложет сомнение, они могут подойти и сказать, ну, Павел, ну, все-таки, вот, Петра Первого, ну, неужели с этим подменили? И говорю, ну, да, подменили, там, просто, видел, в Голландии как раз гроб настоящего Петра Первого. Это из истории, точнее, из серии «История», которые от нас скрывают. Вот. Это такое, как бы, интро, да, вам наглядное. Ну, и теперь все-таки немножечко про нашего героя. Вот наш агюстик прекрасный. Видите, такой, я, обязательно запомните тип его лица. Видите, он такой хомячок такой, питанный, блондин, немножко такой Бориса Моисеева-образный такой, вот. Да, то есть, но это, это нормально было тогда. Они все много жрали, как бы, мало двигались, и все приобретали вот такие вот округло-опухлые формы, и большинство из них страдало подагрой, потому что, как бы, фитнес нет, геморрой, потому что все время в седле, ну, в общем, короче, все. Овощей нет. Овощей, да, ну, овощей, ну, помните эту прекрасную, как этот, господи, чуть набоковый, этого, обломовый, этот Штольц там все с утра пытается, а то, значит, ну, может, пирожки вот с грибами там, понимаете, как бы, а то ты ему с утра там морковочку какую-то сырую, как бы, ну, ну, немец, ну, дебил, как бы, ну, что сказать, какие там, какие в бане овощи. Считал, что, по-моему, в Польше, когда была какая-то эпидемия, крестьяне выживали, а баре подыхали, потому что крестьяне жрали вот эту всю квашеную капусту, вот это, и у них витаминов было больше в организме, чем у этих бар. Ну, это так, офф-топчик небольшой. Значит, вот это его одно изображение, вот тут он уже такой вот, ну, это истока, но какая нам разница, да, мы же не собираемся это продавать, эти картинки. Вот тут он уже такой немножко, да, вот такой для Фейсбука, то есть, как бы, себя запечатлел. Тут, кстати, менее такой пухлый, видите, ну, опять-таки рисунок, рисунок. Ну, и очень известная вот эта история, это в Петропавловском соборе. Я в Париже остров Сите, стрелка острова Сите все время называлась стрелкой Васильевского острова, а в Москве Красную площадь все время называют Дворцовой. В общем, короче, беда у меня уже совсем. Это его скульптурный портрет, который был сделан из основных материалов, из которых сделан, соответственно, Исаакиевский собор. Обратите внимание, вот на этот вот, его, ну, так, немножко ошибочно называют Парфир, Красный Парфир. Он там какое-то научное имеет название, этот гранит, я уж не помню, там, кварцита, там, тараля-ля, чего-то. Ну, посмотрите в интернетах, я не геолог, поэтому мне простительно. Очень характерна тоже вот эта деталь, потому что это не основной, то есть, он здесь как будто основной, а на самом деле в Исаакиевском соборе это не основной материал. Вы туда заходите, там есть, не знаю, эти голубенькие вот колоночки и прочее, вот эта зелень вот эта вот наша малахитовая. Ну, то есть, там прям такое богатство сибирского края, это можно так назвать. А вот эти материалы, ну, такие всякие там, чуть ли не плинтусы отделаны, да? Но, если вы приедете в Париж, в Стольный Град, и пойдете в дом инвалидов, где есть гробница его личства Наполеона, которая сделана, во-первых, А, из материала из российского, то есть, его специально в России заказали, да, страны, на которую он шел побеждать. Б, соответственно, вот она вот из этого материала сделана, то есть, как бы настолько они его ценят. Ну, потому что он пурпурный, вот какое разное отношение к одному и тому же материалу. А это, а это карикатура на него. Я опять забыл сгрузить. Я, когда был, были в последний раз в Париже, в музее, в квартире Гюго, куда, там вход бесплатный, а в этот раз я что-то взял за себя и заплатил. Оказывается, это входит в выставку. То есть, пока мы экскурсанты гуляли по квартире, где я уже бывал неоднократно, я пошел на эту выставку, и там был портрет Гюго с, отгадайте, чем на голове? Конечно, с собором Парижской Богоматери. То есть, это на самом деле такая была тенденция вот изображать либо архитекторов, либо кого-то вот с их творениями на голове. Я под быта не увидите, вы несчастные, а зрители, наконец-то, увидят и отставлю. Это карикатура на него такая скульптурная. Тут, кстати, вот какой-то черт чего-то там делает. Ну, в общем, тут все насыщено какими-то тайными смыслами, не совсем доступными. Да, и, соответственно, краткая буквально история. Ну, во-первых, он кто? Он Монферран. Мо, по-французски, это гора, Ферран, это железно, феррум. Соответственно, он у нас железногорский. Гюст железногорский. И он воевал в армии Наполеона, причем ему прилетело в бедро и в голову во время там одних из первых кампаний, и он был ранен. А потом, в 13-м году он опять воевал под Дрезденом. И, значит, такая была битва при Орно, он даже потом получил Орден Почетного Легиона. Это один из самых... Ну, это Наполеон, он же сделал свою систему, да, как бы поощрение. Вот он ввел этот Орден Почетного Легиона, и самая престижная награда Франции, она была у Монферрана. Но Франция, к сожалению, войну проиграла. Соответственно, пришли наши войска. Александр I, весь такой себе галантный, прекрасный, великолепный. Монферран, ему уже 30 лет. А он учился до этого, он учился у ряда французских ретекторов, в том числе у Шальгрена и Фонтена, я скажу, кто это такие. Страна разорена, ну, фактически, да, ну, не так, как, скажем, Советский Союз после Второй мировой войны, но тяжко Франции приходится. И почему, собственно, Александр I-то... Вот мы все время такие жесты, вот прямо вот, не взял никакой контрибуции с Францией, потому что там иначе опять революция возникнет. Вот, то есть все простили. Все великодушно простили. И что делает Монферран, настоящий патриот своей страны? Он делает альбом проектов и преподносит, там, через лазейки вышел, преподносит Александру I этот альбом. Я сначала расскажу вам, что это был за альбом, а потом объясню контекст этого все, потому что, конечно, возможно, у вас возникнет некое негодование. Значит, ну вот, например, «Триумфальная арка», которая, ну, он и не скрывал, что это как бы альбом таких фактически копий античных, тем более уже в Париже стояла арка-карузель прямо напротив лувра, только она там стройная, а здесь она одинарная. Как вы думаете, кому посвящена эта арка? Ну, почти, почти угадали. Наша русская армия победоносная, которая вошла в Париж. Она посвящена. Едем дальше. Вот шикарная колонна, значит, которая стала потом уже, ну, это опять-таки колонна Трояна, бла-бла-бла. Отчасти она послужила прототипом для Александровской колонны. Тоже, на самом деле, это колонна в честь мира. Пе-женераль. Пе-это мир по-французски, да. А вот уже наш сам Александр сидит здесь, да. Такое, в окружении лёвиков, в образе такого римского императора. Ну, то есть, как бы так вот, вот. Да. Мастер-класс, как грамотно лизнуть определенную часть определенного человека. Искусство, которое всегда будет находить своих последователей. Вот тоже конная статуя тому же самому императору Александру. А, ну, вот это арка-карузель, про которую я говорил, да. То есть, если мы... Называется... Найдите... Господи, что ты, боже мой. Десять отличий, да. Вот это вот проект Монферрана, а это арка-карузель. Вот, соответственно, тут Лувр, туда Элисийские поля, вот это арка Звезды, и там дальше, соответственно, в Дефанс дорога. Возможно, у вас возникнут определенные вопросы. То есть, как же так можно, да? То есть, ты только что воевал, да, за своего прекрасного императора, а тут ты ведешь себя, как последняя тварь. Ну, то есть, ну, представьте себе, я не знаю, ну, вот как бы, не знаю, Шпеер, придворный архитектор Гитлера, после войны вдруг получает заказ у Сталина, и вообще преподносит ему там какой-то... И приезжает в Москву, и начинает там возводить, я не знаю, там, Дом Советов, да? То есть, ну, это вызвало бы определенные вопросы, начиная там от Жукова, и заканчивая, не знаю, там, моим дедушкой, который на нескольких пятачках воевал. Что это вообще за такое? Но! Есть маленькое но. Дело в том, что это было время, когда понятие патриотизма, оно несколько отличалось от понятия патриотизма сейчас. Ну, во-первых, надо начать с того, что все нормальные люди в России, ну, я имею в виду не те, там, 90 с чем-то процентов, которые пахали землю, обеспечивали вот этих всех нормальных людей, да, они разговаривают на каком языке? Естественно, на французском. Нормальный человек всегда разговаривает на французском. Вот герой, такой, вскользь упомянутый сегодня, Бетанкур, когда организовал у нас нынешний СПБГУ, да, институт инженеров, путейцев, там первые 20 лет преподавание велось только на французском. Ну, потому что, во-первых, преподаватели были оттуда, ну, и так далее. То есть, абсолютно воцерковленное во французскую культуру дворянство, это раз. Вся мода, все, все оттуда, да, значит, жилет на русском, как там, простите, слов таких нет, не помню, как я там дословно, Евгении Онегине, да, это, это раз. Во-вторых, до Монферрана точно так же пытались получить работу и заказ у Александра I, автора вот этой арки, как раз, Персей и Фонтен, вот это их, вот это вот, соответственно, Персей, с серьгой, видите, такой, нормальный, манерный, это Фонтен. То есть, это была нормальная тенденция, ну, как говорится, не стреляйте в артистов, таксистов и бледей, да, они работают при любых режимах, ну, архитектор, это, в общем-то, артист, да, ну, то есть, опять-таки, если мы посмотрим даже на историю архитекторов, там, до и после революции, мы видим, что многие из них, они, как бы, как и до революции работали, так и после революции работали, и некоторые из них, кстати, даже довольно успешно, например, Ильин, да. Это, опять-таки, это было неудивительно, никто не воспринимал это как, как-то, патриот, act of treason, да, то есть, как акт предательства, нет. Ну, и, наконец, я вам хочу зачитать, у меня нету портрета этого персонажа, но был такой человек по фамилии Булгарин, вот, например, не страшитесь с ним союза, не разладитесь никак, он с французом за француза, он с поляком, он сам поляк, он с татарином татарин, он с евреем сам еврей, он с лакеем важный барин, с важным барином Клакей, кто же он, Фадей Булгарин, знаменитый наш Фадей. Это эпиграмма Некрасова, на Фаде Булгарина. Фадей Булгарин, это был такой микс всех вот этих вот, Киселевых, Соловьевых, Леонтьевых, вот это все, сайта какой, Конт ВС, ну, вот этого всего, вот если вот так вот спрессовать, вот так вот, вот это как бы был Булгарин, да, который пользовался очень большой популярностью у простого читателя, но, естественно, был презираем все вот это, высшей братьей. Он точно так же, он воевал сначала, значит, у Наполеона, потом переметнулся к нам и сделал карьеру и стал агентом, ну, фактически, царского ФСБ, третьего отделения. Вот уже Пушкин про него. Не то беда, что ты поляк, Костюшко лях, Мицкевич лях, пожалуй, будь себе татарин, и тут не вижу я стыда, будь жит, и это не беда, беда, что ты видок Фиглярин. Ну, или вот Вяземский приятель Пушкина пишет. Фиглярин, вот поляк примерный, в нем истинных сарматов кровь. Взгляните, как груди сей верный, хитра к отечеству любовь. То мало, что и злобы к русским, хоть от природы трусоват, бродил он под орлом французским и в битвах жизни был не рад. То есть, он бродил под орлом французским, но что нет? То есть, это, опять-таки, абсолютно, абсолютно нормальная, как бы, тенденция. В общем, преподносит, преподносит Монферран альбом Александру Первому, но Александр Первый посмотрел, сказал спасибо и уехал, так сказать, к себе на родину. А в Россию приехал человек, которому я посвящу потом отдельную лекцию. Вот этот вот человек, Агнист Бетанкур. Вот есть такой фильм, Москва, слезам не верят, там прекрасная фраза, я сейчас ее прям проживаю, 40 лет жизни только начинается. Это правда. Это абсолютно про меня. Вот человек, который показал, что 50 лет жизни только начинается. То есть, человек был полтос, он приехал в Россию и сделал здесь все. Вот все, вот это реально дедушка русской инженерии. Вот мосты, железная дорога, вот эта Нижегородская ярмарка, которая из Нижнего Новгорода сделала Нижний Новгород, да, вот это все, вот каналы судоходные, экспедиции, заготовления государственных, там, как это правильно называется, бумаг на фонтанке находятся, где деньги печатались, ну, ассигнации и так далее. То есть, и еще огромное количество всего, ну, я уж не говорю про обучение, да, инженерное, вот это все он, вот это все, вот этот вот человек. Поэтому, про него сейчас не будем, как бы, кстати, любил котиков. Да, 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 в Лондоне купил своей жене трех котят, и с тех пор она всегда заводила себе трех кошечек. Такая милая подробность, да, то есть, как бы, наш человек, наш человек любил котиков, ну, и вторую составляющую, которую обычно потребляют, интернет-салом котики, тоже любил. Ну, как бы, а кто тогда и не любил? И он здесь, в принципе, освоился, у него, к сожалению, была такая, вот, у него был такой взлет, а потом была опала, ну, как обычно, там, люди могут просить все, что угодно, кроме чужого успеха. И, у него был приятель, назовите мне какие-нибудь известные марки часов, какие вы знаете? Радо. Так, хорошо, какие еще? Бреге. Бреге, вот, Бреге. Вот его приятеля звали Бреге, того самого, да, тот самый Бреге, более того, он ему, по-моему, он устроил, ему такую пиар-компанию в Англии, он приезжал в Англию, продавал его часы, значит, встречался с покупателем, то есть, фактически, был такой, манеджер по продажам, глава, так сказать, бранча, да, был его приятель. И вот, как бы, через этого-то приятеля, Бреге, или у нас говорят, Брегет, да, Монферран, и приехал с рекомендательным письмом от этого Бреге в Петербург к Бетанкуру. И вот приезжает к нему вот этот вот упитанный блондинчик, у которого опыта, ну, по большому счету, ровно ноль. То есть, он, конечно, в книжках искусствоведческих, конечно, защищает Монферрана, пишет, что он где-то там что-то все-таки делал, в Париже проявил, но относительно этого опыта и постройкой Исаакиевского собора, можно сказать, что тотал зиру. То есть, если бы он приехал, мы бы сказали, вот там вот маленький павильончик в Павловске, вот тогда да. Тогда, можно сказать, да, у него был опыт и вот он, вот прекрасный павильончик, где они любили, значит, в 12 оклок там попивать чаек. Не вопрос. Но это как вот история с этим, с Фальконе, да, лепил ангелочков таких мимишных и тут бац, как бы монумент императору в столице Российской империи. Ну, то есть, как бы карьерный рост прямо... Вот Монферранд так и рост. Вот он приезжает, соответственно. А дело в том, что на Исаакиевской площади тогда стоял уже собор. Он проектировался на самом деле вообще пятиглавым. Он должен быть пятиглавым. И есть проект, где он, соответственно, пятиглавый. Его вообще задумал Сава Чевакинский. Это человек, по проекту которого построен Никольский собор замечательный, потом, соответственно, вот дворец Шувалова на Итальянской, где потом было Министерство юстиции и где там пытались Щегловитова убить террористы. Но это отдельная моя больная интересная тема, которую я сейчас окучиваю. Вот он был очень интересный в кавычках. Дело в том, что его начали строить из мрамора, должны были пятикупольным сделать, а потом, соответственно, Екатерина II умирает, а Павел I очень любил свою матушку, как вы знаете. И, соответственно, уже из пяти куполов остался один. Более того, когда дошли именно до подкупольного пространства, соответственно, мрамор, архитектор Бренна, который строил инженерный замок Михайловский, он его доводил до ума уже. Он-то хотел сохранить эти пять куполов и прочее, но не было возможности. Кирпичом он делал. И родилась эпиграма такая, двухцарствованный памятник приличный, низ мраморный, а верх кирпичный. То есть, это такая, сразу бьет и по Екатерина II, Павел I. В общем, естественно, она была написана на французском языке. Это я вам переводу. Что-то и пришпилена к стене. Вот стояла вот такая вот непонятная что. Вот еще перспектива на нее. Это Исаакиевский мост, это, кстати, тоже Бетанкур. Это тоже Бетанкур. Вот он придумал всю эту систему окончательно, бесповоротно. Это, кстати, вот видите, еще адмиралтейство работает в полную силу. Вот так вот это выглядело. Ну, то есть, сравните как бы с этой, с нашей помпезностью сейчас, да, и вот это, ну, как бы, ни о чем, да, столица Российской империи. И Александр Первый, когда он побывал вообще в Париже, и вот, и он вернулся и понял, что, конечно, надо дела бабушкины закончить, потому что сначала Екатерина Вторая попыталась из Петербурга сделать Петербург, там, набережные начали облицовывать, решетка появилась у летнего сада и так далее. Александр Первый решил, наконец, сделать из столицы столицу. Поэтому было решено и Бетанкур, когда приехал, когда увидел, сказал, Ваше Величество, ну, что это такое? Ну, ну, вы кто? Александр Первый сказал, да, да, я согласен, давайте, давайте, давайте переделывать. Есть у вас кто на примете? Ну, и, собственно, вот приезжает к нему этот Монферран, и Бетанкур на него смотрит и говорит, ты будешь делать Исаакиевский собор с такой, с прямолинейностью Иосифа Виссариевна, еще ты будешь делать. Монферран, а дело в том, что Монферран вообще-то сначала продвигал Вигель, Вигель это такой очень неизвительный меморист, который работал как раз в этой комиссии по строениям чего-то там, я не помню, как она точно называлась. Он сначала его продвигал, собственно, Монферран как бы честно сказал, ну, вы знаете, как-то спасибо за приглашение, потому что он приехал сначала, ему сказали, ну, на фарфоровый завод иди там поработай. Он себе запросил 3000 рублей в месяц. Чтобы вы понимали, 3000 рублей в год на стыке 19-20 веков мог не каждый министр получать. А тут он как бы 3000 рублей в месяц в начале 19 века просит. Мы сказали, нет. Таких вакансий в нашем HR отделе. Соответственно, он в итоге строил свою водокомиссию по строению гидролических работ, она, по-моему, называлась. Ему не платили денег, но у него была казино-квартира и плюс какие-то премии мы его выплачивали. И тут ему такое, но в чем был гений Бетанкура? Гений Бетанкура был в том, вот как он просто мог увидеть в человеке потенциал. То есть это, помимо всего прочего, это еще был, конечно, гениальный HR вообще специалист. Он сразу в нем почувствовал потенциал и как раз это-то, наверное, его и подкупило. Я думаю, что Бетанкур просто понял, что вот этот человек, у которого нету ничего, он будет работать в 20 раз сильнее и гораздо больше положит на это все усилие, чем какой-нибудь профессиональный архитектор, который может прийти и там начать левой пяткой что-то там. Ну, знаете, как специалисты продают себя, он придет и скажет, я такой-сякой, а на работу его нанимаешь и потом начинается. Я сам через это проходил миллион раз, вроде смотришь, да, опыт он такой, а потом как бы через месяц уже до свидания. Поэтому родилась вот такая история и, казалось бы, это тоже вещь совершенно вопиющая и вылезающая из общих рамок, но и она была не уникальна ни для мира, ни для России того момента. Значит, вот это знаете, кто такой? Это Витберг. Это Витберг, швед по национальности, но он крестился потом, стал нашим, так сказать, русским, русским человеком. Но это была нормальная история. Монферак, кстати, под конец жизни вообще чувствовался абсолютно русским и это было правда. Он абсолютно сросся со страной, у него были прекрасные отношения с работниками, со всей его командой, но это так, я расскажу еще об этом. Вот тоже история. Значит, Александр же первый, когда он начинал воевать с Наполеоном, он понимал, что ему будет сложно одолеть такую армию и он поклялся, что если он сможет, он построит храм. Храм Христа Спасителя. И изначально, а, надо было вам спросить, что, знаете ли вы, что это такое, но теперь уж бесполезно спрашивать. Интрига прошла, интрига прошла. Ну, просто вы же представляете, как храм Христа Спасителя сейчас выглядит, да? А вот это, как он должен был выглядеть изначально и должен был стоять вообще-то на Воробьевых горах. И даже не там, где нынешний университет, а у Кромки. И, собственно, Иофан-то тоже его хотел у Кромки поставить, но ему сказали, что нет, надо отодвинуть, вот тогда его сняли, и Руднев уже абсолютно такой же проект делал, Иофановский, но отодвинув от Кромки. Вот так должен был выглядеть изначально храм Христа Спасителя. Ой, вот я пролеснул, вот. Там, в общем, такая очень глубокая консистальная идея, три единства, троицы, три храма, значит, здесь в Нижнем все время идут службы, в общем, Александру Первому очень понравилось, как он это все сделал, но дело в том, что у Витберга тоже было ноль. Это его друзья масоны подсуетились в Москве, значит, он просто пошел, взял книжку Витруя, изучил ее и вот нарисовал. Но там ни сопромата, ничего вот этого вообще у него не было вообще в голове, ничего, и он когда начал строить, мало того, что там условия были на второй год ужасные, там пересохли реки, соответственно, сложно было подвозить материалы, так еще и подрядчики, когда поняли, что такой вот, они сказали, хо-хо-хо, это наш шанс, ну и соответственно, вот это все, вот эта вот зенит-арена, короче, началась, да, в полной красе, то есть, они там приписывали, приписывали, и в итоге, действительно, была, устроилась проверка, была недосдача, адская какая-то, Витберг был, ну, по справедливости не виноват, но он был виноват в том, что он, как бы, поэтому, его сняли, его сослали, в этой ссылке, кстати, он познакомился с Герценом, и есть такая версия, что Герцен стал таким абсолютно окончательно анти-николаевцем, как раз вот, из общения с Витбергом, из-за того, как вот жестоко судьба с ним обошлась, ну, то есть, тоже, у человека не было вообще ничего, а ему доверяют вот так, постройку вот этого храма, да, то есть, опять-таки, ситуация не уникальная, но, вы же понимаете, что, когда приезжает сюда, ух, что ж, мама дорогая, 1545, а я еще тоже треть не рассказал вам, ну, ладно, ну, если что, переживчик, сделаем небольшой, у нас здесь еще время до 1630 у нас здесь время. Монферран, когда приезжает, естественно, когда выяснилось, что он начинает строить этот Исаакиевский собор, он сразу начал пользоваться любовью и уважением у всех своих коллег, да, то есть, как бы, приезжает, звать никто, и непонятно как, и была еще одна большая серьезная проблема. Александр I, вот тоже, вот, как бы, заказчик, как бы, врагу не пожелаешь, ему хотелось сохранить алтарную часть предыдущего собора. И ему как бы намекали, особенно Стасов, один-единственный, пытался возразить, и все это говорили, да, конечно, он говорил, ну, вот неровная осадка, там, ну, как-то, ну, не, и Монферран, на самом деле, как он выиграл этот конкурс? Он, его, Бетанкур, пустил в библиотеку, где он опять-таки взял там всякие труды, начиная с Витруя, и, как писал тот же самый Вигель, он сделал не 24 проекта, а фактически 24 рисунка в миниатюре, то есть там были собор в готическом стиле, собор в индийском стиле, собора, значит, в ренессансном стиле, собора в русском стиле, в общем, вот, все. Александру Первому так понравилась, такая вариативность, и он сказал, да, вот этот хочу, вот, все, закрыли вопрос. Вигель, когда узнал, он сам уже начал протестовать против этого, но было поздно, извините, поезд ушел. И, например, купол должен был стоять на четырех пилонах, два пилона должны были возразиться новые, а два пилона должны были остаться старой. И вот уже вот это, уже, уже на проекте, на стадии проектирования, обсуждения, уже стало понятно, что, ну, никак, это невозможно. Потом у Монферрана возник самый главный конкурент, его же соотечественник, Мудюи, который начал вообще, он там вплоть до, знаете, запросы во Францию, Перси и Фонтен, вообще кто это такой, а еще не мешало бы узнать, как он там воевал во французской армии, то есть, ну, как бы, начал копать, так рыть по полу, то есть, опять-таки, возвращаясь к началу нашей истории, Монферран находился под постоянным прессингом, все время у него был, как бы, он жил в состоянии постоянного стресса. Естественно, он, наверное, молюет самые красивые картинки и скажет, было все идеально, просто, я так все продумал, вот, ежик не подкопается, понятное дело. Соответственно, вот он через это все прошел, была сформирована комиссия, в общем, единственное, что повезло Монферрану, то, что у него был бетанкур на первой стадии. И вот бетанкур придумал ему все. И Вигель-то писал, что на самом деле Монферран фактически воплощал идеи бетанкура. В этом, конечно, ему повезло. Значит, во-первых, сначала, бетанкур сразу ему сказал, что фундамент должен быть единой плитой, то есть, не ленточной, как, а единой плитой. И вот тоже миллион раз слышал эту историю. Значит, ну, про картинки. Вот, кстати, дом Лобанова-Ростовского, это тоже Монферран строил. Вот, кстати, еще одна история. Значит, это княгиня Лобанова-Ростовского. Вот уже строится дом, все уже возвели фасад. Хочу театр. Что? Театр хочу. Окей. Разбираем стену. Делаем театр. Денег не хватает? Денег не хватает. Ну, ладно, хорошо. Ну, не пусть не будет театра. Все. Взводим обратно стену. Ну, понимаете, вот вам примеры, да, то есть, с какими заказчиками приходилось работать, да, а они денег-то не считали, они же, как бы, у них деньги-то все, как бы, не с, это, не с торговной биржи, не с бизнеса, там, и прочее. Они, там, вот, с этих вот, своих крепостных, которых у нас до сих пор стесняются называть рабами, почему-то. Ну, такие все. Они не рабы были, нет, нет. Они не рабы, рабы не они. Строится Исаакиевский собор, это, кстати, на месте Астории. Вот это вот, замечательное, такой, видите, балкончик, прям вообще заросли какие-то. Представьте, какой отсюда вид открывался. Ты приходишь такой в куще, да, с кофеечком вот тут себе. Тут было все огорожено, там все было сделано, там же жили рабочие, там была даже мельница для изготовления цемента, для перемалывания его. Вот строится этот Исаакиевский собор. А это не надо. Это уже с другой стороны вид, он возводится. И как вообще все это дело было, да, вот вопрос о том, что сколько всего неправильного, нелогичного в рисунках, соответственно, Монферрана. Значит, фундамент. Шестиметровые сваи, сосновые, значит, четверть метра радиус вбиваются туда железными свайнобитными бабами, как и называлось. И это не сейчас, когда, знаете, у вас под окном начинается стройка, у вас там с утра дает. Знакомо, да? Нет, это ручками, я потом покажу, как Кэпстон этот, ворот, да, рант, 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 отпустили, бух, опять, рант, 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 отпустили, бух. В общем, пять лет они только задели этот фундамент, потому что, значит, затем между ними забутовка, деревянный, господи, уголь, древесный уголь, цемянка, и потом вот это бутовые плиты специально подогнанные, то есть, вот все так вминали, более того, манфера, вот это уже он сам придумал. Как обычно нормальные люди делают, фундамент, на зиму оставляют, потом сруб, на зиму оставляют, и только после этого уже там двери, ну, чтобы все осело окончательно. Вот эти всякие там колонны притасканные и прочее, он специально их просил положить на часть фундамента, чтобы запрессовать его окончательно, вот таким натуральным прессом. Это он придумал. Сделали, я слышал такую версию, что вот, когда они забили все эти сваи, это я даже сам рассказывал раньше, остались они торчать в разных... Да, как их убрать? Вот залили, соответственно, воду подкрашенную и откачали, и спилили все. На самом деле, вот в книжке вот здесь вот написано, что их отпиливали сразу же, вот их загнали, и более того, вода там мешала, ее откачивали сразу, потому что она мешала сбутовке и прочее. Соответственно, это тоже какая-то байка откуда-то взята, непонятно. И была рассказана мне еще одна история, я думал, что это тоже байка, но нет, не байка. Значит, первая железная дорога проложена у нас из Петербурга, в Царское село. Первые даже прошли не паровозы, первые прошли лошади, которые тащили вагоны. И то все офигели, как быстро и плавно едет. Ну, после тех дорог-то, да, вы же понимаете, да? Но на самом деле, оказывается, нет. Первая железная дорога была проложена вот здесь, вот именно на этом месте. Проложили рельсы и подкатывали, соответственно, материалы к строительной площадке. То есть, это оказывается, правда, действительно. Опять-таки, да, не выдастся на площадке. Первая железная дорога в России. Да-да-да-да-да. А, кстати, согласно проекту изначально, медный усадник должны были сдвинуть с того места, где он был построен изначально. И его потом все-таки оставили. вот это, вот они, видите, вороты, люди. Тут тянут. Да, все ручками. Вот это специальный такой навес, где уже окончательно обрабатывают, опять-таки, термис. Вот это, видите, ворот. в интернете есть, мы когда в Москве были, видео, где какой-то тоже эксперт пришел в Исаакиевский собор, снимаем, говорит, что это за вертолет? Как бы, что это такое? Да, коптер. Коптер. Вот. А это, в общем-то, вот типичный ворот. Тесна тоже все ручками делается. Вот страдающим и знавающим в офисах вот хочу показать. Ничего не изменилось со времен египетских пирамид, да, то есть, видите, подкладывают бревнышки и так вот на себе тран-тран-тран-тран-тран тянут. Поэтому вот расскажите им, как вам тяжко, как вас достал начальник. Вот. И кофейная машина сломалась, и вообще просто жизнь отстой. У Монферрана была своя собственная команда сформированная. У него были прекрасные взаимоотношения с этой командой, и они за него стояли, конечно, всегда горой. В Исаакиевском соборе сначала возводились колонны, а потом стены ставились. Как они возводились сейчас? Потому что иначе стены были бы не построены. Вот, вот эту вот всю конструкцию придуман как раз бетанкур. Да, строительные леса затаскивают колонну, ручками вот опять эти вороты крутятся, и точно по такой же схеме потом была Александровская колонна возведена. Вот, видите, ставят сразу рядами. Их возводят. Это уже тоже, видите, второй этаж. Ну, что вот. Тут надо мне вот что вам сказать. Дело в том, что были ведь и до этого опыт возведения колонн подобных, ну, это тоже все придуманное, конечно, это всего не было, но придется вам сказать, что было. Есть такой прекрасный город Рин, и там есть собор Святого Петра и площадь Святого Петра, и там стоит обелиск, который притаранил сначала Каллигула, он стоял в другом месте, а потом уже Фонтана, такой архитектор в 16 веке по указу Сикста Пятого Папы поставил его, как он выглядит, я потом покажу, вот его ставят, было использовано, 800 человек было задействовано, 800 человек и, соответственно, там, по-моему, 40 воротов, а вот при возведении Александровской, а, не Александровской, при возведении колонн Исаакиевского собора было задействовано 116 человек и, 112 человек и 16 воротов, ну, то есть, гораздо меньше. Ну, то есть, эта история, кстати, почему-то вот это, кстати, никто не нет. Тупой фонтана, посмотрите, как тут все неправильно, траля-ля, что-то как-то я не видел этого не встречал в сети, вот что-то все бедному бетону, исподим, аферону достается, а про это молчат. Вот, ребята, обращаю ваше внимание, еще одна история, которая от нас замалчивают. Да, Рим, Рим вообще был закопан или откопан, я не знаю, как-то сначала их сначала закапывают, потом откапывают, или сначала откапывают, потом закапывают, я все время теряюсь в этой истории. Вот, видите, сколько рисунков, тот же самый подрекоптер, то есть, все-все, как мы любим. Да, и вот тут прямо и так, и сяк, то есть, показано вам, опять-таки, видите, как его везут, а причем тут-то, видите, даже лошадки, лошадки, у нас-то все рученьками, но на самом деле не лошадки это все делали. Вот, вот так вот он выглядит, ну, тоже ведь возвели, да, во-первых, из Египта притарали каким-то образом, то есть, это еще тогда, в Древнем Риме, то есть, это же какой, какой корабль, у нас-то все-таки там паровичок был, а там-то, извините, на заводе Берда его сделали, вот, то есть, ничто не ново под луной, я вот вам что хочу сказать, где мы сами остановились, мы сами остановились, вот, туда, дальше, ну, давайте, ладно, буду ускоряться, дальше, значит, это купол, дальше пошла история с куполом, значит, дело в том, что там кирпичные, кирпичные купола, то есть, их как, вот мы были как раз в соборе Парижской Богоматери, там прекрасно показано, как это все делалось, значит, сначала деревянные конструкции, вокруг этого дерева они строят, 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 потом в конце замковый камень, и, перекрестившись, дерево убирают, смотрят, стоит, не падает, ну, соответственно, дорого, тяжело, как бы, все такое прочее, значит, что придумал Ферран, вот это наш купол, видите, что он совсем не, как бы, он придумал тройную систему, значит, внешний купол, внутренний, и вот еще такой распор, промежутки между ними были заполнены глиняными горошками с семенкой, это для чего было сделано? Для акустики и для теплоизоляции, это технология, которая использовалась, ну, у нас и написали, в русских православных храмах, это правда, но до этого, опять-таки, в том же самом Древнем Риме использовалась, я вам сейчас хочу показать видео, которое я сделал лично я, оно не очень качественное, потому что, вот, я его лично снял, будучи в Стольном Граде, Вашингтоне, значит, я пошел туда на экскурсию в Капитолий, и там я увидел схему, то есть, я об этом читал до этого, у Капитолия было несколько архитекторов, на самом деле, и вот один из этих архитекторов, он ездил по, ездил по миру, это даже звук, звук нам не нужен. Сейчас я еще раз, тут просто такой скоростной компьютер, вот, видите, ничего не напоминает? это точная вообще копия технологии Исаакиевского собора, но я, к сожалению, когда был, он реконструировался, поэтому у меня нету, соответственно, но купол абсолютно такой же, как у нас. ну вот так вот я его, в таком виде я его тогда залицезрел. Купол Капитолия, это младший брат купола Исаакиевского собора, потому что эта технология была принята, ну, хоть где-то, хоть раз, да, то есть наш русский инженер, архитектор Монферран с подачи нашего русского инженера Бетанкура возвеличил нашу, меня все время говорят, а что ты русофоб что ли, почему так подчеркиваешь? Да нет, я просто хочу сказать, что время было такое, когда помимо Стасовых и Брюловых, а, Брюлов тоже сюда, потомок известного Брюло русского человека, да, ну, Стасов хорошо, пусть будет, и вот в этой книжке, кстати, вот в этой, очень хорошая книжка, вот как сейчас у нас работают корректоры и редакторы, посмотрите, на заводе Бреда все было сделано, да, то есть, ну, Берт на самом деле, шотландец Берт основал то, что сейчас называется Адмиралтийские верфи, а вот здесь у нас на заводе Бреда, ну, это, естественно, претензия не к автору, это чистая водописка, но при Сталине такого не было, вот, да, в общем-то, и в 90-х еще даже такого не было, но, тем не менее, а дальше, вот еще, что было, какая инновация была, соответственно, у жива еще, да, 15 минут, статуи, значит, что со статуями, дело в том, что они до этого были гораздо толще и тяжелее, их отливали, то есть, сделали форму, да, медный всадник, как делался, и заливали туда, соответственно, бронзу, а потом у Пушкина не встал его размера, и он назвал его медный всадник, и бронзовый не вставал, а медный вставал, он решил назвать его медный всадник, и теперь он у нас медный всадник. соответственно, приехал к нам в гости герцог Лихтенбергский, очень понравился он значит, Марии Николаевне, у меня была отдельная лекция в серии Романова без соплей, да, кстати, все время спрашивают, чуть-чуть позже я продолжу эту лекцию, ну, понимаете, подготовиться надо, да, то есть, следующее будет как раз про князя Цусимского и князя Ходынского, про двух прекрасных братьев, и он вот тоже вот придурок, вот вместо того, чтобы заниматься нормальными вещами, там, пить, жрать, играть в карты, бухать, он стал заниматься металлургией, да, в Зимнем дворце себе лабораторию устроил, в Зимнем дворце, ну, пока они жили в этих ужасающих условиях, пока им строился Мариинский дворец, они жили, вот ютились в Зимнем дворце, ну, всем когда-то приходится, кроме нас, ютиться в Зимнем дворце, и он, соответственно, вот в процессе этого стал собирать специалистов, среди которых был специалист по фамилии Якоби, изобретший метод гальванопластики, он заключается в том, что в определенный раствор вводится форма, которая моментально покрывается очень-очень тонким слоем металла, вот, такой, ну, специалист, может, поскакивает, электролист это называется, или как это, вот, в общем, короче, определенный, да, нет, естественно, до сих пор используют, тоже придумал наш русский парень Якоби, такой был немецкий еврей, но, значит, изобрел это все у нас, и вот это первый случай применения данного изобретения именно в монументальной пластике, а не полый внутри, соответственно, они а, дешевле, легче, да, то есть, это как бы был прорыв. Алло, Юстон, у нас проблемы. Ну, слушай, тогда могли себе позволить, соборчик, кстати, соборчик не быстро строился, всего-то 40 лет, как бы, ну, поэтому, да, вот, вот это, вот это все тоже, и здесь, обратите внимание, это получается, у нас западный фронтон, я всегда показываю, ну, тут все, тут и Оленин, это, соответственно, Александр Первый, и вот этого парня, обратите внимание, что ж такое-то? Помните, я вначале вам показывал? Посмотри, какой здесь тренер по фитнесу, ну, без пяти минут, да, хоть щечки есть, но такое, он прямо, вах, вах, мужчина, вах, вах, мужчина. Ну, и как это все дело добывалось? Вот, как, реально, вот эти все рисунки обсуждают в сети, говорят, какие они все неправильные, и так далее. известная технология, дырки сверлили зимой, заливали воду, вода замерзает, при замерзании вода расширяется, и за счет этого они это все дело откалывали. есть там дальше картинка у меня, вот, это уже как происходит. Значит, накидывали лапник, специально сосновый, и видите, такие большие-большие рычаги вбивали, а вот это вот называется, напомните мне такая штука, которая на треть увеличивает, до сих пор используется у нас в кранах, полиспас, полиспас, короче, это полиспасы, то есть они тогда уже использовались, на самом деле, вот так вот их откидывали, соответственно, и доставляли. Как доставляли, вот так вот доставляли. Ее когда сюда катили, она должна была подойти ровно, 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 вообще не сдвинуться ни на миллиметр, ни туда, ни влево, ни вправо. Соответственно, вот как вы рано пришли-то. Я думал, это следующий арендатор, я думаю, уже надо убыстряться, а это как бы люди, люди наши. Было два парохода, это причем везут еще не колонны, это везут блок, блок, который стоит под Александрской колонной. Это можно потихонечку к Александрской колонне переходим. Да, ну и соответственно, быстренько-быстренько про Александрскую колонну. Значит, сначала поставили камень. Когда его водружали, Монферран приказал в цемент добавить водки и мыло, чтобы можно было увеличить время сдвига. Значит, сначала, соответственно, вот они, видите, тут все машут, коллективное фото на память, да, ну, в данном случае рисунок Монферрана. А вот это уже начинается история с подъемом колонны. Значит, считывайте, да, стрелка Васильевского острова, это адмиралтейство, то есть ее сначала везут вот на такой огромный, был сделан такой настил на дворцовой площади. Ее везут. Причем, видите, а народ такой тусуется, ему интересно, что происходит, да, все-все смотрят, обсуждают это все дело. Вот это уже следующая картинка, и вот сюда, помните, я в самом начале показывал второй этаж, вот этот второй этаж. Здесь есть сооруженные эти леса, согласно которым возводили сначала колонны Высокийского собора, а потом, значит, оно. Вот ее опять тянут. Это, кстати, обратите внимание, видите, это будущий Александровский парк, нету ничего, еще даже нету манежа, почему-то здесь не видно, хотя он, по идее, уже должен быть. Манежа по проекту Кваренги еще даже нету, вот здесь вот он стоит. Возможно, кстати, он скрыт вот этой постройкой, это возводится Исаакиевский собор. Ее тянут, вот видите, с высоты птичьего полета. Это вот еще один вариант того, как ее тянут со стрелки. Ну и вот, значит, это уже открытие. Значит, тут у нас VIP-зона, сюда вот, они заходили, поднимаются второй этаж, и, соответственно, вот здесь было место для царской фамилии и дипломатического корпуса, и вот они все. Вот, кстати, здесь еще видно здание, потом здесь архитектор Бриллов построил еще одно здание, последнее, на Дворцовой площади, а тут видно предыдущее здание, которое на него вместе стояло. И вот, видите, опять народ, народ на крыше наблюдает за этим делом. Ну и, собственно, что, как бы, перед установкой Николай I, у которого мандраж, он подходит к Агюсту Железногорскому и говорит, ну, потому что, понимаете, вот дипломатический корпус, они все собрались и все ждут, ждут одного, чтобы это все сорвалось к чертовой бабушке, чтобы ничего не получилось, чтобы эти пароклятые татары наконец опять познали, значит, свое место узнали. Особенно, я думаю, посол Франции, очень, так сказать, потирая лапки. И Николай I спрашивает месье, ну вот, все хорошо? Он говорит, все хорошо. Все хорошо. И действительно, 45 минут, 2000 солдат и матросов, значит, под такие, писали очевидцы, что было слышно, ну вот, то есть стояла гробовая тишина. То есть вот только по команде, бум, и хусть. Причем там, на самом деле, вот здесь вот тоже висели люди, подправляли, и спинки была сделана вот эти веревки, пенька, потому что она у нас эластичная, нервущаяся, и там, где она обвивала колонну, там еще было специальный слой войлока проложен, чтобы, не дай бог, эту драгоценность там лишний раз не поцарапать. Это схема, как она стоит. Она реально стоит не закрепленная ничем. В последних телевизионных сюжетах было сказано, что типа, там, не знаю, просканировали, и Монферран немножко все-таки обманул, такое конусообразное, основание у колонны, мол, он ее утопил. Но опять-таки, на рисунках этого нет. Мог и приукрасить. Но тем не менее, она действительно стоит не закрепленная ничем. Это самый большой монумент тогда был вообще из всех в мире гранитных. И последнее, что сделал Монферран, до него считалось, что колонна здесь должна быть одинаковой толщины, а дальше начиналось так называемое утонение. У искусствоведов называется не утончение, а утонение. Монферран сказал, что нет, утонение должно начинаться сразу отсюда, переходить в центру колонны и потом опять сужаться. То есть, мы смотрим на колонну, она для нас идеально прямая. На самом деле, это достигнуто посредством, вот видите, сколько всяких маленьких нюансов, да, которые нужно учитывать, прежде чем делать это. Ну и после открытия, естественно, вот как бы те, кто любит World of Tanks, я хочу сказать, что это все полный ложе и отстой, потому что вот они, компьютерные игры того времени. То есть, у тебя джойстик, и ты говоришь налево, и весь полк поворачивается, и все как один идут налево. То есть, это была такая развлекуха. На тот момент это как раз парад, посвященный торжественному открытию колонны. Здесь всегда кстати, зимний дворец, обратите внимание, еще такого грязно-желтого цвета, да, изначального. Ну, расстрель его желтеньким вообще сделал. Так, ну это уже Нижегородская ярмарка, про нее уже не буду говорить, потому что времени не остается. Соответственно, Монферран построил, построил Исаакиевский собор, и получается, что он начал его строить при Александре Первом, продолжал всю жизнь при Николае Первом, закончил при Александре Втором. Опять-таки, байка такая есть, постоянно ее рассказывают, что вот на том самом фронтоне, где он фитнес-инструктор, да, там, соответственно, когда Александр Второй приходил принимать этот собор, ему сказали, что вот, Ваше Величество, посмотрите, пожалуйста, все, все поклонились патриарху, все, и только архитектор не поклонился. Александру Второму это не понравилось, он очень холодно принял, значит, Монферрана, и тот, соответственно, умер. Ну, это все чисто воды байка, но факт остается фактом. Практически через месяц после окончания постройки Исаакиевского собора, Монферран умер. Он хотел, чтобы его похоронили в соборе, но ему намекнули, сказали, что, извините, сударь, собор православный, а вы у нас католик. Поэтому не срослось. И в итоге он умер, и его прах, его супруга отвезла во Франции. Во Франции никто понятия не имеет, кто такой Монферран. Ну, то есть, серьезно. То есть, как бы специально устраивал выставку наш Исаакиевский собор в Париже по этому поводу, чтобы хоть рассказать французам про их прекрасного архитектора, который вот это все дело сделал. И я не помню, но, по-моему, могилу его в супруге нашли, а могилу его, по-моему, даже и неизвестно, где он похоронен. Ну, скорее всего, рядом с ней. Потому что она, скорее всего, его похоронила, а сама уже рядом с ним легла. Соответственно, подводя черту под всем вышесказанным, ну, есть категория людей, которым никакие аргументы вообще не приведешь. то есть, как бы, вот, это дуб, не это береза. Окей, это я всегда говорю. Тем не менее, я все-таки призываю вот нормальную литературу, да, читать, изучать и обращаться к нормальным источникам, потому что у меня всегда возникает вопрос, ну, хорошо, ну, хорошо, это колонна, которую не могли так построить, а кто тогда и как ее, ну, тогда расскажите, потому что иначе, вот. Ну, и самое главное, не надо воспринимать, конечно же, живопись, рисунки, портреты того времени, как стопроцентное свидетельство. Вот оно вот было только так и никак иначе. Это всегда, всегда приукрас и так далее. Вот. В следующий раз мы встречаемся здесь же, в 15.00, также будет лекция «Горький против большевиков». Такая не очень тема, но ее надо коснуться. Я тоже читал уже эту лекцию в Нижнем Новгороде, в Москве еще не читал. Вот. Спасибо вам, тем, кто будет смотреть это все дело в интернетах, я еще кое-чего сейчас добавлю от себя. Ну, а это то, что я хотел вам сказать сегодня. Надеюсь, вы получили несколько новых информаций, да? Тогда все, друзья мои, до. Во время лекции, как обычно, что-то не успеваешь, а что-то просто забываешь рассказать. Здесь оба эти фактора сошлись, и хотел бы, я не буду вам рассказывать все, что я хотел рассказать и не успел, я хотел бы поведать об одной детали, о которой я не знал, и о которой, я уверен, не знают многие, включая экспертов. Она описана как раз вот в этой книге. Вот так она выглядит, чтобы показать вам ее крупно. Уже в 1841 году выяснилась вот эта вот неравномерная осадка наследия предыдущего собора Чевакинско-Ринальдиско-Бренновского. Назовем его таким образом. Что там случилось? Центральная часть, наиболее тяжелая, весившая 30 тысяч тонн, осела несколько более, чем южные и северные портики, то есть произошла их частичная деформация. При этом случилось то, чего опасался Монферран. Восточная часть здания, сохранившаяся от старой Ринадельевской постройки, осела меньше, чем западная. Неравномерность осадки была обнаружена самим Монферраном, который, стремясь выровнять слегка наклонившиеся портики, ликвидируя щели, образовавшиеся между подушами колонн и гранитными основаниями, заполнил их медными клиньями, скрытыми за металлическими обручами. И, кстати, сам после этого обратился к Николаю Первому с просьбой организовать комиссию для разборки вот этих вопросов. То есть сам Монферран обратился, чтобы эту комиссию организовать. То есть он был абсолютно не противник какого-то внешнего контроля над собственной деятельностью в данном случае. Дальше больше. Уже после смерти Монферрана, уже после сдачи Исаакиевского собора в 1873 году начались работы по восстановлению, скажем так, по спрямлению колонн, потому что видно, что они опять-таки немножко отклонились. Для того, чтобы вернуть им вертикальное положение, верхнюю часть их выпиливали, после этого свободно стоящие колонны выравнивали с помощью клиньев, а затем на место вынутых частей ставили гранитные блоки, стянутые железными кольцами. Таким образом, задача была успешно решена, так как произошло выпрямление всех 48 колонн. Можете себе представить. Затем уже в советское время били тревогу, но выяснилось, что на самом деле с 19 века, с фаерпелла 19 века собор фактически уже не осел, он перестал оседать. Таким образом, то, что мы имеем сейчас, это результат двух вмешательств, как это сказать, вертикальность этих колонн, и после этих двух вмешательств все, они стоят как вкопанные, и собственно во время одной из обследовательских работ, и участвовал один из авторов этой книги, Александр Лукич Ратач. Также я хочу извиниться, во-первых, за мой вот этот шмыгающий нос, я, к сожалению, был простужен, да и сейчас немножко в этом состоянии, затем я там иногда употребляю английские термины, типа капстин, это не для того, чтобы выпендриться, дело в том, что, поскольку изначально я гиппереводчик, то я вот эту всю информацию заучил на английском языке, она у меня как бы на подкорке осела, и вот, ну, хотите верить, хотите нет, иногда, когда ты ищешь слово, оно у тебя сначала всплывает на английском, вот, Симеон Волф, Саймон Де Мегас, вот, у меня как засело вот эти ворота в Петропавловке, вот, в мозгу, вот, все, я теперь иду, и у меня все время сразу же сначала Саймон Де Мегас, а потом уже только Симеон Волф возникает, поэтому причина, причина в этом. Ну, и, я никогда не обращаюсь с просьбой поддержать проекты, даже люди, которые мне пишут, типа, может, куда-нибудь денег закинуть, я говорю, не надо, не здесь у меня на канале неугублено, нет этих ссылок, но вот после своих лекций, да, вот в прошлом году и в этом году я предлагаю зрителям, да, можете закинуть денежат, оставлю, соответственно, в описании под этим выпуском ссылки на всякие там Сберы, Альфы, Яды и так далее, ну, можете не закидывать, можете закинуть, кто сколько хочет, это дело сугубо, естественно, добровольное, поскольку мы в интернете. И, что касается следующей лекции, я уже, в общем-то, объявил, она будет 18-го числа в 15.00 на Синой площади в Петербурге в Спасском переулке в этом вот укромном уголке, А дальше будет, соответственно, два мероприятия. 24 ноября экскурсия в Нижнем Новгороде в 13.00 по Верхневолжской набережной, ну, и с Кремля начнем, из него выйдем. А 25 ноября в 14.00 будет экскурсия в Москве. 14.00, да, я уже сказал, революция 1905 года, начало. Про сытинскую типографию, про особня, где обитала землячка, ну, и, в общем, вот эта вся часть замоскворечья, которую я обычно не успеваю охватить. Ну, вот соскучился я по экскурсиям, но это, скорее всего, будет, если не последний, то уж точно предпоследний раз, потому что я там еще думаю по поводу Москвы, у меня там будет день рождения, как бы, первого числа фестиваль цифровая история, и вот я подумываю, может, сказать, эх, второго, второго замутить, еще думаю. Ну, если придумаю, объявлю. Вот это основная информация. Группу в Париж я на январь, в принципе, уже собрал, там остается одно-два места, но будет еще один, возможно, заезд в конце марта. Хотел везти в начале марта, ну, чтобы 8 марта зацепить, но потом вспомнил, какая там погода в конце февраля, ужасная, поэтому во второй половине марта поедем. Соответственно, если вам интересно, пишите мне, вышли все подробности. Вот теперь совершенно точно все. Комментарии вот там, ссылки на все встречи, экскурсии и так далее, тоже вот там, в описании под этим видео. Увидимся на следующих встречах онлайн и оффлайн. Пока! Субтитры сделал DimaTorzok